Хотели стать розеткой в мире образования. Смотри, что розетка после этого эфира свои онлайн-курсы не запустила. Мы нарушили все правила инфобиза. У нас одна цена, у нас нет пакетов. У нас нет воронки бесплатно в вебинар. Посмотрите, где там идет продажа. Сегодня у нас холодный трафик в лоб, по сути. Всем привет, друзья. Практически все как и было. Те же уточки, тот же Рома. Открывашка для, я забыл, как она называется, для вина. Немножко другая студия, как вы могли заметить. И новый человек у нас в кадре. Условия заставляют менять студию, да? Немножко, да. Илья Рейниш. Всем привет. Человек, который, как сказал один немало известный мужчина, Михаил Федоров, построил в Украине лучший adtech бизнес. Стараемся, да. Это сколько стоит, чтобы Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, такое сказал? Я думаю, это стоит ровно столько, сколько построить лучший adtech. Лучший отель? Adtech. А, adtech. Все, понял. Я думал, у тебя отель еще есть. 30 до 30 форс, 21 год, прошлый год, ты успел попасть и, в общем-то, тебе уже 30 есть, да? Да. Класс. Все, до всего добился в своей жизни. Не знаю, друзья, будем вспоминать, как это происходит, эти ламповые эфиры. Мы поболтаем с Ильей сегодня об adtech, да? Узнаем еще, что это такое, зачем это нужно. Поговорим о его компании Labo, или не его, я так и не понимаю, если честно. Вроде пришел немножко позже. Вот. Поговорим об образовательном бизнесе, поговорим о предпринимательстве, что сейчас происходит, какие есть тренды, как жить дальше, где взять кредит под... Полтора процента. Полтора процента, например. Вот. Но, чтобы у нас все было... Да? Ты согласен с нашей аджендой? Я вообще... Знаешь, я больше всего обожаю в ламповых эфирах это пить, если честно. Я... Да, не, смотри, во-первых, я тебя научу, как это делают аристократы. Красивые аристократы, да. Вот. Такая штучка у меня тоже есть. Серьезно? Да, такое нет, а вот такая есть. Вот зрители знают, тех, кто смотрит, я никогда не умел пользоваться. Оказывается, друзья, делюсь лайфхаком через год, обладание, надо все время держать кнопку вниз. Блин, это так просто. Но не очень интуитивно, потому что, ты знаешь, ты вот, когда нажимаешь вниз, ты потом думаешь, пробку же надо тянуть вверх, и ты начинаешь тянуть вверх, а это не работает. Вот. Все. Я помню, когда я впервые увидел в интернете такую рекламу, думаю, вот это крутая штука. Вот это ad-tag, да? Да, я не понадобран вина, то есть я больше там пью другое, там виски, ну, вино-то. И я думаю, так, надо купить, чтобы у меня дома было. Потому что... Здесь ром. Ой. Все, скатерть. Отлично. Обновили. Кстати, у нас, как вы заметили, я так понимаю, на камере, да? У нас анимированная скатерть. Мы все сделали для того, чтобы добавить немножко, хотя бы чего-то интересного в наш сюжет. Ну что, давай, за что будут пить в такие времена? За что обычно пьют? Я думаю, обычно пьют за другое, но мы пьем только за победу, за нашу нэньку Украину. Да, друзья, давайте мы тоже не обязательно пить, можно просто мысленно, но в любом случае за победу. Надеюсь, за скоро. Так, ну ладно, давай не о планах на будущее страны и наших, поговорим о прошлом. Вот все-таки, Лаба, это твоя компания или нет? Потому что мне еще не могу понять, написано в справке Фокса, что ты пришел в нее. Да, я пришел в нее, но стал ее совладельцем. Нет, я не забрал. Я пришел, скажем так, в Лабу в самом старте, когда в Лабе было 4 человека. Так. Я пришел, это честно, обучайно, да, такой сказал, я за полгода сделаю x5, и там один из партнеров такой на меня смотрел. Себе? Да, я сделаю x5 и уеду. Я сделал x5, ушел, и через год я вернулся, и мы сразу договорились о статусе партнерства, что я становлюсь равноправным там партнером, что мы продолжаем дальше идти вместе, качать этот бизнес, и пока у нас хорошо получается. Ты практически как Стив Джобс, который ушел, потом пришел и сделал еще больше. Смотри, вот в справке, да, в Форпсе, это все, что я от тебя знаю, я прочитал, да, что у тебя были планы открыть на 22-й год, на этот год, открыть еще 15 стран, плюс, напомню, скольки у вас было, вот когда вы писали это. Ну, смотри, то есть у нас есть, понятно, там русскоязычный маркет, где мы продаемся там на русском языке, там в 70 странах, это и Прибалтика, и там европейские страны, и у нас есть локальные офисы, там на локальных языках, это там Венгрия, Польша, Чехия, Турция. Сразу немножко, что такое лаба, это как вы себя называете, что вы? Ну, кроме того, что пишите. По сути, если сказать очень просто, это образовательная платформа, то есть мы продаем онлайн обучение, единственное, что у нас сугубо hard skills, то есть у нас нет личностного роста, уверенности в себе, мы продаем фитнеса, йоги, похудение, мы продаем ровно то, что можно трекать, и то, что помогает именно бизнесу или там, наверное, сотрудникам в России. Почему, кстати, мне интересно, это с самого начала история была? Это было с самого начала. Тогда это была пустая ниша или почему? Это никогда не была пустой ниша, просто мы выбрали такое направление, понимаешь, заниматься личностным ростом очень прикольно, очень просто. Если бы мы сейчас запустили бы какой-то курс по личностному росту, думаю, мы продали бы больше всех. То есть вы бы заработали в итоге больше, чем сейчас зарабатывали? Конечно, в первое время, конечно, да, потому что у нас есть огромная база, от нас многие клиенты этого ждут, но это же не то, что можно отрекать. Когда ты берешь у них там обратную связь, интервью, понятно, все счастливы, эгэгэ, я меняю жизнь. В моменте, да? Да, в моменте. А через месяц что? А через месяц уже непонятно. Мы выбрали то, что мы четко можем отрекать. Маркетинг, продажи, финансы, аналитику. То, что... Плюс мы так хотели взять какую-то украинскую компанию, там, Киевстар, допустим. Мы хотели, чтобы любой наш продукт, они его хотели покупать. Поэтому мы убрали личностный роз, всякие там похудения. Вряд ли там HR-директор Киевстар такой кому-то подходит. Петь, там есть и лабокурс по похудению, я тебя записала, тебе нужно. Я прям конкретно, вот Петь, наверное, не ежеду, да? Нет. То есть вы прям нацелились, то есть когда это все запускали, на прям на Киевстар, вот на подобные компании. Прикольно, прикольно. То есть это как бы конкретно увидеть клиента в начале, кому ты будешь продавать? Конкретно вот Киевстар, Коли, да? У нас был такой критерий, мы хотели стать розеткой в мире образования. Я помню вот там 6 лет назад, то есть мы говорили, хорошо, если я хочу купить там технику, первое, что мне приходит в голову, розетка. И мы хотели, чтобы когда HR в Украине, будет думать, что ему нужно развивать своих сотрудников, первое, что ему будет приходить в голову, это ЛАБА. Ты смотри, что розетка после этого эфира свои онлайн-курсы не запустила. Я думаю, им это не нужно. Да, шучу. То есть вы хотели стать ассоциацией с нишей, с направлением, со словом ЛАБА. Известно как вот именно то, о чем ты говоришь? Смотри, я думаю, что более 80% HR в Украине знают ЛАБА. Это даже странно, если HR не знает компанию ЛАБА. То есть, скорее всего, это там новичок или там кто-то, кого взяли. Да, новичок. Смотри, наше первое ядро всегда было HR. То есть наши там первые 7 курсов, у нас 5 было для HR. И мы понимали, что с помощью них, то есть к нам заходит HR часто, как B2C клиент. То есть он покупает курс для себя. Ему нравится, он качается. Он такой, класс, буду обучать еще команду. Это клевая тема. То есть воронка через HR? Начинали, да. Прикольно, прикольно. Сейчас, конечно, у нас главное ядро уже давно не HR, точнее, или не единственное, как бы они уже абсолютно все. Продажи и финансы, и презентации. То есть, ну, все, что нужно. Все, что да, только можно. У нас не только там, я не могу сказать, что основа у нас продажа, скорее там, у нас очень много финансы, очень много направлений по менеджменту, для проджектов много очень тем. Что лучше всего продается? Слушай, нет какого-то одного. Ну, на один процент, на долю лучше другого. Смотри, я думаю, что первый, когда мы увидели, что бывает курс, который делает сильно больше, это, конечно, была моя любимая Таня Локенюк. Она тогда еще работала в Red Bull, была генеральным директором. И вот мы с ней запустили курс в стратегическом маркете. И там на наши уже там мерки он сразу взлетел. И сразу было денег сильно больше, чем было до этого. Да, привет. Познакомься с Ильей. Привет, Давид. Я Илья. Привет. Привет. Илья. Илья. Привет. Папочка, а это что у тебя тут? А это мы снимаем тут. Снимаем, что снимаете? Видео. Видео, а что? Про кого? Про меня. Про него. Про него? Про Илью. Зачем снимать видео про людей, да? Лучше снимать мультики. 100%. Все, Давид, давай. Как в школе? Хорошо. Хорошо. Всего у вас примерно сколько курсов одновременно? Слушай, ну, до войны у нас было более 100 продуктов. Ого. У нас были русские лектора. Понятно, что 24 числа мы перестали работать. Давай об этом отдельно поговорим. Вообще о трансформации вашей. Окей. У нас более 100 продуктов. Я думаю, сейчас до войны было более 100. Сейчас, может, там, 70. Мы постоянно ищем, добавляем новые продукты, понятное дело. Пытаемся чуть больше, там, какие-то ниши, более узкие. Это по всей компании, включая зарубежные? Нет, нет, нет. Это только вот Лаба СНГ. Лаба русскоязычная. Да, Лаба русскоязычная. Есть же люди, которые понимают этот язык в США, не знаю, в Никарагуа. Да, русскоязычная. Самая, блин, необычная страна в вашем списке? Откуда учатся? Слушай, у меня был студент на курсе моем, директор по продаже или Зимбабве, или Скенни, который занимался продажей алкоголью. Причем он там как-то ее еще доставляет, как-то сложно. Но это было очень интересно. Доставляет сложный алкоголь? Да, в Кеннии. Ну, в Кеннии. Мы не тянем нашу объем, и сложно тогда будет масштабировать. Да, ну там какая-то, мне кажется, полусера. Ребят, я все выпил, очень вкусно, заказывайте еще. Да, привезу, но не факт, что доставлю. Где у вас туалет? Да. Ну, в общем, где-то из Африки. Прикольно, прикольно. А где есть сейчас растущий запрос? Или это нельзя говорить, чтобы... Почему, в странах какие? Да, в каких странах растущий запрос на хардскил и на образование? Слушай, я думаю, во всех развитых странах, где развитая экономика, это растущий спрос. Потому что этого немного. Когда кто-то думает, блин, у меня такая ниша тяжелая в Европе, так конкурентно, в Америку невозможно, все сильно проще. Мы слишком усложняем, потому что, в моем понимании, мы, украинцы, сильно лучше разбираемся в маркетинге, в рекламе, в продажах, чем в Америке, чем в Европе. Понятно, что с первого дня, как мы выходили в какие-то другие страны, это были ошибочно, мы не делали тесты. Сейчас мы научились проводить тесты, понимать, какая ниша нам интереснее, какие будут маркетинговые цифры. А как в вашем бизнесе делать тесты? То есть, что это такое? Вы запускаете рекламку, типа, планируем курс, но на самом деле ничего не планируем. Можно делать так, да, так мы понимаем маркетинговые показатели, что очень важно. Но также нам еще важно понимать воронку продаж, потому что, допустим, в Америке люди не поднимают руку телефона. У нас же телефонные продажи. И в Америке очень сложно. Они не отвечают на мессенджерах, не отвечают на почту, не поднимают руку телефона. Ну, делают это, но очень маленький процент. Так. А в Европе в каких-то странах больше, в каких-то меньше. И поэтому все-таки, так как мы зациклены на телефонных продажах, мы стараемся выходить в те страны, где большое поднятие трубки. То есть, это тест, который мы проводим. Образно у нас сидит человек, который может не говорить на локальном языке. Человек оставил заявку, он ему звонит. Если он поднял трубку, наш менеджер сбрасывает и просто отмечает. Трубка поднята. И мы так трекаем, какой процент и решаем, идти нам туда или нет. У вас есть какой-то критерий, показатель, к которому вы стремитесь, да? Да. Круто. Слушай, давай сразу перенесемся в 23-е. Где ты был в 23-е? Я в 23-е был в Харькове. Я выступал, как раз я выступал с темой, как попасть в форс в Сембизнес-хлабе. Очень интересная история. Посмотрите, просто лучшая тег, а вас расскажет Михаил Федоров. И я помню, мы сидели прям после выступления в 12 ночи со своими друзьями. На 24-е? Да, ну с ночи 23-го на 24-е. И он мне говорит, вот мне пишут на границу, глушат связь, через 6 часов начнется. Я ему, Вова, да какая война, 21-й век. О чем ты говоришь? Ну, естественно, в 5 утра мы проснулись от взрывов, сели в машину и поехали на Киев. Как изменился твой бизнес, ваш бизнес за вот это, сколько, почти 3 месяца? Слушай, ну надо понимать, что в феврале не работал никто. Всем было вообще не до работы. Ну или давай, первые дни, первые дни. Другие регионы и оттуда старались найти там всем там девушкам, их детям, сестрам, мамам, куда им они могут ехать в Европу, там найти им жилье. Поэтому мы начали, я думаю, вот в первых числах марта мы такие, так, стоп, бизнес. У нас был бизнес. Да, да, да. Он бы скормил. Ты деньги как бы отдаешь, тратишь, и надо же их пополнять как-то. И вот в начале марта мы такие, так, хорошо, надо как-то начать заниматься бизнесом. Но это были тяжелые времена, конечно, потому что, ну, ты теряешь. Мы откатились, я думаю, на лет 5 назад. Вы стартовали в... 6 лет назад. В 14-м. Ну, да, 15-й год мы стартовали. И вот я думаю, что мы откатились на 5 лет назад вот так, знаешь, одним днем. Круто. Ну. Крутой эпике, скорее. Крутой эпике, да, сериал. Слушай, а были люди, которые в моменте, вот там, не знаю, 24-го, 25-го, мы не говорим сейчас про Россию, можем сейчас об этом поговорить, хотели учиться. Слушай, ну, они точно были, потому что наши клиенты не только были с Украиной, Россией, Беларусью. У нас очень много, ну, и у нас там почты были завалены, конечно, но... Где все? Да, где все, что с видео, нет. Ну, мы написали пост, мы сделали рассылку, что там у нас война, как бы, пока временно там. Мы всем ответим, но сейчас не до вас. Ну, я думаю, Украине, в принципе, было не до обучения. Хотя, когда мы потом приехали в Черновцы, там, знаешь, я посмотрел город вне войны. Знаешь, еще первые дни мы приехали, 25-го я приехал. И там вот такое ощущение, что ты в другую страну выехал, дети на улице катаются себе. То есть там никто не парится, что там война где-то в стране. Ну, наверное, так неправильно говорить, но этого не чувствовалось. Не чувствовалось. Да, этого не чувствовалось. Ну, вот с первых числа марта мы поняли, что да, надо заниматься бизнесом, потому что у нас есть ответственность перед сотрудниками, нам нужно им платить зарплату. У нас есть ответственность перед клиентом. Больше 200, я думаю. До войны? Да. Хорошо. Сейчас тоже. Сейчас тоже больше 200, но не настолько больше, чем... И стало меньше, потому что есть ряд людей, которые ушел волонтерить, которые ушли в Тироборону, которые сказали там, я не могу эмоционально дайте мне отпуск, я там вернусь через 2-3 месяца. Окей. Мы не сокращали людей, мы не увольняли первое время. Потом, понятно, мы начали делать там спустя 2 месяца, по-моему, мы понимали, что нам нужно немножко оптимизировать. Те, кто знал там английский язык, мы перевели там на наши европейские рынки. Те, кто, кого мы понимали там из новичков, что они нам не нужны, и мы там и в какие-то волонтерские проекты начали организовывать. Но спустя, по-моему, 2 месяца мы начали немножко оптимизировать действительно команду. Сколько у вас было клиентов из России и Беларуси до войны? Ну, смотри, у нас Россия была 25%. То есть это был достаточно кусок, и мы хотели его развивать, если уж говорить откровенно. Мы думали до этого, что, наверное, в России ты можешь идти, там сильно больше рынок. У нас он никогда не был основным, как бы мы никогда на него не делали акцент, но он, скажем... Украина была больше. Да, всегда. Он как бы рос органикой. То есть, понятно, у нас был там таргет, у нас были там клиенты, но понятно, что 2,4, все закрылось. Беларуси у нас был какой-то небольшой процент. Беларуси не была для нас проблемой отказаться. Но Россия, да, какую-то часть, конечно, 1,4 мы там потеряли в один день, но об этом вообще никто не думал, что это 25%, 1,4. Мы все понимали, что у тебя, во-первых, нет морального права человеческого, но, во-вторых, это же еще там про то, что какой идет тренд, про репутационные риски. То есть мы там думали, а вот слушайте, а вот есть клиенты, которые нам пишут, что они за Украину, они хотят нас поддержать. И они, почему вы мне отказываете, я вообще против России, за Украину, я хочу у вас обучаться, я хочу вам помочь деньгами. И в какой-то момент был такая минута соблазна. Ну, а действительно же, но если они нас поддерживают, почему мы не можем брать их деньги? Ну, конечно, нет. Просто когда ты видишь, что ты отходил сюда 5 лет назад, у тебя там в марте 10% от февраля, то ты такой можешь действительно взять деньги. Ну, конечно. Да, мы, я думаю, что у многих, у кого был бизнес в России, в моменте не могли, вот как бы, вот такие истории непонятные, да, то есть кто-то там, мне тоже писали и в личку, и клиенты некоторые, да, что это все ужасно, это просто никому на голову не налазит. Я уверен, просто те, кто не писали, многие из них тоже так думали. Конечно. Но были и те, которые просто в смысле, то есть мы, я не буду называть имен, сейчас, наверное, не место для хайпа такого, мы перед войной подписали договор в России с российским клиентом на создание франшизы, там, в сфере образования, ну, не как у тебя, просто классическое какое-то образование, вот, где собственником этой компании была известная певица, вот, не буду называть ее имя, вот, но они прям вообще не поняли такие вот, в смысле, и мы говорим, мы вообще все, не, мы закрыли офис, у нас нету там, не было никогда активов никаких, мы не планируем возобновлять, все, мы извиня, ну, как бы, мы даже, мы даже обсуждали, нужно ли извиняться, вот, мы просто объяснили ситуацию, вот, факт, да, ну, как бы, у нас война, как бы, Россия напала, поэтому, а они такие, и они прям долго долбили, пришлось даже, ну, сори, заблокировать, потому что они такие, что, где, когда, почему, когда будет работа, ну, нет, не будет, вот, и, наверное, вот эта история, она, в общем, то есть вы потеряли сразу в моменте, там, 25 процентов, ну, точнее, потенциал. Мы отказались от этого, потеряли, мы сильно больше, но мы сразу отказались, я думаю, что при нашей жизни мы вряд ли когда-то будем продавать в Россию. Сто процентов, сто процентов. Вот, хорошо, то есть вы там восстановились, мы восстанавливаемся. Вы, как это все называли, там, отошли от шока, да, почувствовали хоть какую-то, пусть не твердую, но хотя бы такую, более-менее мягкую землю под ногами. Как происходил этот процесс, когда, ну, именно возрождение вот этого? Нужно понимать, что мы не просто потеряли клиентов, мы потеряли наш продукт, потому что у нас есть какой-то маленький процент записанных курсов, но основная наша там уникальность для нашего УТП, что у нас там лектор ведет все в прямом эфире, лично проверяет домашние задания. Мы потеряли продукт. То есть они все тоже где-то были? Конечно, но никто не был готов везти. Извини, тоже, может, не для хайпа, со всеми все окей, лекторы все живы-здоровы. Да, насколько я знаю, мы там постоянно пытаемся быть со всеми на связи. Знаешь, пока у меня нет там прямых знакомых, которые там пострадали, именно физически. Там у нас, допустим, у руководителя отдела продаж, у него дом в Ирпине, и у них, понятно, там вынесло окна, там побывали орки, но как бы люди все живы, как бы самое главное. Уехали, да? Да, и мы потеряли наш основной продукт, и было непонятно, что вообще продавать. Мы начали, мы понимали, что что-то продавать. Записи зумов? Мы продавали в записи, но, понимаешь, одно дело, когда у нас там есть 10 курсов записанных, это профессиональная съемка, без чата, а другое дело, когда это просто запись зума, которая не подготовленная, которая была в прямом эфире, но не было выбора. Мы продавали, мы продавали их со скидкой, сразу 30% разрешили впервые продажникам давать скидки, там, если надо, до 50%. Так, ребята, сейчас вы не даете скидки? Нет, уже нет. Уже нет. Мы, я же запустил свой курс, и мы оставили заявочку у вас, и тоже, ну, пытались понять, как вы это делаете. Ничего страшного, надеюсь, да? Просто посмотреть, как это делают там профи, и мы тоже спросили, отдаёте скидку? Ребят сказали, вот, мне очень понравилось, мы оставили заявку на твой курс на продажи, и ребята, кто менеджера, привет, вот, хотя мы, по-моему, сказали в итоге, чем мы занимались, вот, они сказали, мы скидок не даём, и на курсе мы рассказываем, почему и вам нельзя давать скидки. И нам это, блин, классно. Ну, то есть, это очень, это вы, насколько вы перевернули подход, да? О, прикольно. Я заплачу за то, что мне расскажут, как не давать скидки. Это самый простой инструмент. Слушай, ну, мы вообще, когда запускали лабу, мы нарушили все правила инфобиза. У нас одна цена, у нас нет пакетов, у нас нет воронки бесплатно в вебинар, посмотрите, где там идёт продажа. Мы всё, у нас холодный трафик, флоп, по сути. А зачем вы так делали? Потому что мы понимали, что люди, мне кажется, люди устали от бесплатных вебинаров. Мне кажется, что одна цена, один пакет, проще клиенту принять решение. Мы для всех сделали одни условия. Мы пытались немножко откреститься от такого не очень хорошего, такого инфобиза. Вот прям такого совсем классического. Там про успешный успех. Мне такое тоже сейчас спрашивают, когда мы курс запустили. Большой курс по франшизам. Илье не нравится название, но я решил его оставить. Потому что у нас других нет, у нас только всё большое. И люди пишут, ну, сайт почитали, там достаточно подробно, кто мы, кейсы. Ну, окей, нас не знает кто-то. Он пишет, как мне, мне всё нравится, но у вас одни звёзды в спикерах, у нас там реально Новая Почта, Ливийские Круассаны, Молоко Витфермера и другие крутые ребята. Плюс наши кейсы, там, Розетка, там, Планета Кино и так далее. Они говорят, у вас все звёзды, это очень подозрительно. Я такой, ну, посмотрите там, например. Ну, я не знал, что ответить. Я говорю, ну, посмотрите, например, там, пост Чечёткина, пост Дубилета, вот, там, в эти даты они писали, что они с нами работают. То есть как будто приходится доказывать. Ну, окей, люди имеют, наверное, право. А потом они сказали, что... Да, они спросили, как вы мне докажете, что вы не инфобиз? Я тут совсем уже... Мы не сильно вообще когда-либо там залезали в эту образовательную историю, хотя я очень всегда в неё верил. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Что мне делать нужно было? Смотри, если уже говорить про то, отличие инфобиза от тек, если взять такой научный термин, тек это то, что основано с помощью IT-технологий. То есть, образно, у тебя есть LMS-система, ты можешь сказать, я это тек, по факту. В моём понимании всё-таки разница инфобиза от тека, от тек, когда ты понимаешь, что тебе не просто там кто-то, я там похудел, знаешь, воспользовался диетой, похудел сам, и я начинаю обучать других. То есть для меня всё-таки качественный оттек, когда есть эксперты, которые рассказывают то, что они продолжают делать, и про свой реальный опыт. Это окей, это есть, чек. Всё, вот для меня этого достаточно. Поэтому... Наталья, или как вас там звали, вот вам человек ответил. Ну, люди, понимаешь, люди всегда будут. У вас сильно известные спикеры, у вас неизвестные спикеры, у вас дёшево, у вас дорого. Это нормальная тема. Слушай, это мне очень сильно напоминает вот эту вот знаменитую вырезку из интервью, или что это было, Джекома. Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут, много не заработать. Скажите им, вложиться по-крупному, скажут, что у них нет денег. Скажите им, попробовать новые темы, скажут, нет опыта. Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело. Скажите им, открыть магазин, скажут, нет свободы. Скажите им, начать новый бизнес, скажут, что нет доказательств, что новый бизнес пойдёт. Они любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадёжных, как и они сами. Они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета, и делают меньше, чем слепой. Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты. Вся их жизнь проходит в ожидании. Поэтому, когда мы потеряли продукт, мы продавали записи, и мы понимали, что, знаешь, когда компания строится, мне кажется, всё идёт вокруг отдела продаж. То есть, когда лаба росла, мы наняли, я как сейчас помню, пять продажников, у меня было четыре ляда в день. Да, их было пятеро. Как бы, ну, понятно, там, на те деньги, которые мы продавали, мы первые наняли копирайтера, начали в команду инвестировать. Сейчас мы откатились обратно-назад, когда мы понимаем, что опять первое время основа лежит на отделе продаж. Им сложнее всего. Продукта нет, того маркетинга, той поддержки, которую мы делали раньше, на таком объёме мы не можем давать. Они сильно теряют в заработной плате, но им приходится первое время тянуть, и они же ещё общаются, понимаешь? А им же ещё звонят клиенты с России, и начинают давы, ну, и понеслось. Давай, может быть, что-то у нас не совсем-то интервью, это просто такие, в том числе, разговоры о жизни. Сейчас немножко переключимся. А что вообще думаешь о ситуации, когда это всё для бизнесменов, ладно, нас смотрят в основном предприниматели, что для них сейчас? Это повод, не знаю, сегодня общался с одним потенциальным клиентом, он говорит, да, всё ужасно, но нужно искать хорошее в плохом и использовать там возможности. Кто-то так говорит, кто-то считает, нужно сейчас там всё на паузу, дождаться, это мне очень напоминает пандемию. Все на паузу ушли куда-то, потом поняли, что зря это сделали, наверное. Когда просто поняли, что конца не видно, пришлось возвращаться, пауза не могла быть два года. Так вот, что нам делать-то, собственно предпринимателем сейчас? Смотри, я не очень люблю фразу, что кризис это возможность, как бы глобально, в теории да, но когда у тебя был бизнес, ты теряешь 90%, у тебя разбомбили производство, рассказывать людям, что это возможности, но это немножко как бы стёб над людьми. Факт в том, что это реальность, мы не влияем на внешние факторы, мы как бы все вроде бы и влияем, наша помощь, но это маленькая кап. Факт в том, что бизнесу нужно думать, как переориентироваться и как зарабатывать дальше, потому что я всегда рассказывал собственникам, что когда вы там сокращаете расходы, пришёл коронавирус, такие, стоп, мы не хотим тратить на обучение, сокращая расходы, вы не увеличиваете вашу прибыль. Факт в том, что мы все потеряли большую часть рынка, но факт в том, что какой-то рынок есть, западная Украина продолжает функционировать, Киев сейчас, слава богу, продолжает отлично функционировать, можно выходить на другие страны, есть Казахстан, есть Узбекистан, есть страны Прибалтики, есть там Польша, где многие говорят на русском, на украинском языке, они понимают, как бы им туда тоже можно что-то продавать, неважно, услуга, товар, но нужно что-то делать. А там у меня ребята, очень хороший там Кейс, мой клиент, они занимались стройкой, строим материалы именно по Киевской области, вот у них вообще все стало, на время он мне пишет, что мне делать, команда осталась, продавать нечего, когда еще там все бомбили, надо думать какую-то другую нишу, или искать другой рынок. По сути, если вы можете попытаться сохранить свой бизнес, как бы ваш продукт будет актуален, попытайтесь поменять рынок. Мне кажется, что малому бизнесу как раз проще всех, он же малый предприниматель закрыл, открыл новую тему, погнал, давайте там 300, там 500 тысяч человек, развернуть корабль, в одну секунду закрыть розетку, такой все, закрыли розетку, я буду другим заниматься. Но это же нереально. А малому бизнесу... Сколько написали, у них осталось там что-то, полтора процента в моменте каком-то продаж, полтора. Да, но это тоже еще надо подумать, правильная ли бизнес-модель, как бы, полтора... Ну, это я примерно посчитал, но сильно меньше. Да, но я считаю, надо искать новые рынки. Возможно, конечно, эта ситуация подталкивает нас к тому, что ты обязан искать новые рынки, которые в будущем тебе будут плюсы. Сказать, что это возможность, да, но сказать, что это такая легкая возможность, или мы бы люди хотели бы иметь такую возможность, нет. Мы хотели жить как раньше, сами решать, когда нам надо выходить на новый рынок, сейчас, хочу, не хочу, а не из-за того, что мы потеряли 90% и как бы нужно идти дальше. ну ты, наверное, ты был очень рад, если можно сказать, что вы все-таки развивали европейское направление. У вас было еще раз, в моменте войны, сколько офисов... У нас было 7 других стран с локальными языками. С локальными офисами, локальными спикерами, локальная команда, все, продажами, местными, на местных языках. Что это было? Я знаю, Венгрия? Венгрия, Румыния, Турция, Америка. Америка? Сейчас Чехия, кого-то, Польша. Польша. Круто. И сейчас вы планируете открывать еще? Сейчас нам надо понимать, что теперь стало все сложнее это делать, потому что мы потеряли основную часть бизнеса. И как бы, каждая новая... Да, мы никогда не привлекали инвестиции, мы строили всегда за наши деньги. И поэтому это сложнее, но мы, да, хотим продолжать. Уже, наверное, не 15-20 стран откроем, ну там 3-5, может 7, посмотрим, как будет идти. Ну, это, если будут 7, это не такое же невыполнение плана. 50%. слушай, ну сейчас вообще не про планы. То есть, поначалу я думал, как выжить, как спасти русскоязычный бизнес. В апреле, в конце апреля я выдохнул, я помню, что все, все понятно, все окей. То есть, мы в апреле сделали в 2 раза больше, чем в марте, мне понятная динамика. Я уже сказал, там, осенью у нас будет столько, и я думаю, что мы восстановимся за полтора года. То, к чему мы откатились там на 5 лет. Мой партнер всегда шутишь, что я всегда очень амбициозный. То есть, я всегда сделаю то, что скажу, но иногда как бы дольше. Но я думаю, что за полтора года мы сделаем. Твой герой Илон Маск, насколько я помню, он тоже так часто делает. Он не то, что мой герой, просто, знаешь, когда я тебя спрашиваю, кем вы там восхищаетесь, я когда мне на форс спрашивали, я сказал, простите, я буду банальным. Ну, как бы, да, это Илон Маск, у меня прошлая машина была Тесла. Именно. Центрак уже вышел. Да, я хочу. Вы что-то делали для того, чтобы это восстановилось? Ну, извини за вопрос, давай не так задам. В итоге, что больше? Просто сами люди перестали там бояться, поняли, что там надо жить дальше, учиться. Или вы сделали что-то невероятное, что всех заставили, блин, да вот мы, надо обучаться. Смотри, я считаю, что в бизнесе, каких продажах нет чего-то прям гениального. Вот, ты не можешь делать одну штуку, наверное, у кого-то получается. Я считаю, ты делаешь тысячи мелочей, которые складываются. Мы дали, мы пытались всей компании думать, как мы можем помочь отделу продаж. Что мы можем сделать, чтобы продавать запись. Это неполноценный наш продукт. Мы изменили скрипты, потому что там многие в Казахстане, знаешь, они действительно нас поддерживают, они переживают. И мы многим начали так и говорить честно. Смотрите, мы не просим донат, мы не просим нас благотворительность, там нам оказывать. Мы просим, что если вам нужно обучение, вы выбираете между нами, там еще рядом компании, выберите нас, украинскую компанию, потому что это поможет нашей экономике, это поможет нашей армии, поможет нам сохранить зарплату. Мы дали все возможности. Покупаешь этот курс, если он хочет какой-то подарок, господи, да сделай. Ну, то есть, образно была цель получать деньги. Первые дни, тем более, когда мы не пускали рекламу на Украину, мы ушли полностью в европейские страны. Когда кто-то с Украины оставлял заявку, мы ему дарили сразу курс бесплатно. Ну, потому что я не представлял, как продавать украинцам. Когда вот все, там, Арестович, Зеленский начали кричать, бизнес украинский должен работать, возрождайтесь. Такие, ну, окей, давайте попробуем, будем продавать. Но поначалу, мы не пускали рекламу, если кто-то заходил на сайт, оставлял заявку, мы все им давали бесплатно. Даже если он такой, да я могу купить, я во Львове, у меня все окей. Мы такие, да на, бесплатно, как бы, можешь купить, отдай деньги на донат армии. Но потом мы начали пускать рекламу в Украине, и если мы говорим про возможности, нужно понимать, реклама-то стала дешевле, потому что все эти русские компании, все, их теперь нет. Конечно, ну, как бы, они не могут, то есть. Они были на нашем рынке? Конечно, Skillbox был на нашем рынке. Они активно как раз находились. Вы с ним конкурировали на украинском рынке? Ну, на украинском мы с ними, мы скорее на российском с ними конкурировали. На украинском они очень маленькие, они, мы переживали, что так как у них не ограниченный бюджет, они могут там вливать и работать очень долго в минус, потому что мы не можем, себе позволить работать в минус, как бы, они могут. Они на инвестициях, да, сидят? Да, я помню, когда они заходили, по-моему, если ты заказывал что-то в Глова, тебе склали сертификат на 1000 гривен в Skillbox, я когда увидел, я думаю, ого, то есть, ты прикинь, какое-то вливание в денег. Конечно. Как бы, ну, то есть реклама стала дешевле, у многих, к сожалению, бизнес закрылся, многие на столб. Туристические компании, опять бедняги, все пострадали, что в коронавирус, но опять же, западная часть Украины покупает, Киев покупает. У нас сейчас 50% продаж, я думаю, с Украины, от общего объема, 50 весь мир. То есть, украинцы продолжают учиться, и вы, пожалуйста, записывайте на мой курс. Все правильно. Ты сам продавал уже, да, в начале тоже? В лабе? Не, в лабе я уже, ну, я мог продавать, когда нужно показать мастер-класс, когда там, стажеры, он там, не понимает, я говорю, дай наушники, набери. Нет, как менеджер по продажам, только первые дни, когда мы пришли, было 4 лида, я звонил в холодную, мы поймали, я помню, у нас был один курс, кадры решают все, по HR он стоил 250 долларов, я там звонил в холодную, в разной компании, у вас оплата зашла, мы такие взяли 150 долларов в рекламу, опять там 15 лидов, мы такие, да ей же, ну, поначалу так и было, с каждой оплатой мы кидали деньги в рекламу, там более 50%, и за счет отдела продаж, мы, конечно, росли. Как продавать курс? Что делать? Я думаю, что продавать курс, что любой другой продукт, все одинаково, как бы человек обращает, мы же как бы не звоним сейчас в холодную, то есть у нас есть реклама, мы получаем лиды, у нас нет цены на сайт, наша задача узнать его боль, искреннюю непотребность, потому что потребность, мы можем сказать, у всех простая, больше денег. Мне не надо потребность. Кому не надо? Клент? Ну, я имею в виду, он скажет, да я чем-то другим это решу, не покупка курса. Смотри, то есть он оставил заявку, наша задача попытаться узнать его боль, попытаться, если можно, так сказать, немножко усилить, как бы по ней чуть больше поговорить, как она у него давно, и дальше, когда мы будем презентовать наш курс, мы будем презентовать не так курс, а как само решение проблемы. Знаешь, мы всегда вре, мы первая онлайн-платформа, в которой мы не продаем курсы, я всегда говорю нашим продажникам, мы не продаем курсы, мы продаем возможность для наймного сотрудника, либо в росте его экспертизы, в росте карьеры, либо для собственников бизнеса, в росте бизнеса. Мы не продаем курс, никому в мире просто курс не нужен, всем нужен результат от этого курса. Знаешь, у меня, мои любимые клиенты, которые там оставляют заявку на мой курс, говорят, мне, пожалуйста, осенью, вот осенью будет актуально, я говорю, подождите, до осени вам не нужно больше зарабатывать, вот вы именно с осени готовы начать больше зарабатывать, у вас, возможно, лимит там в банковскую ячейку вы больше уже не влазит, или у вас лимит на карточке, у вас больше нельзя положить деньги, то есть почему с осени, ну всем же надо больше зарабатывать каждый день. А это, ну смотри, я так могу общаться, например, с клиентами, но, допустим, отдел продаж, может ему не хватать уверенности, это или люди нужны. Смотри, ну понятно, они не будут так спрашивать, но они могут спросить, Михаил, вы просто сказали осень, вот там просто интересно, а до осени вы не хотите развивать ваш отдел продаж, вы не хотите, чтобы он больше зарабатывал, не могут спросить. Ты понимаешь, плюс телефонных продаж, что там может работать, что 18-летний, там что там, 30 или 30+, допустим, когда мы, там я консультировал какие-то компании недвижимости, которые продают первичку, туда ты не поставишь 18-летнего парня, который продает один квадратный метр за 30 с половиной тысячи долларов. Он может, но ему сложно, потому что вот ему сложно будет с нами общаться на равных, он немножко боится, а по телефону возраст не видно. Если ты его подготовил, ты его научил, если его софт-скиллы ему позволяют чувствовать внутреннюю уверенность, why not? Слушай, ты говоришь, телефонные, телефонные, телефонные продажи. А в Америке, например, не берут трубки. Берут, но меньше, сильно мало. Ну вот, короче, представим, что вообще не берут, и видимо, тренд туда идет. Никаких... Не идет туда. Не идет, да? Где-то он остановился на каком-то просто небольшом количестве. Окей. А Европа берет, да, трубки? Какие-то странные, да, какие-то нет. Какие-то нет. Ваша модель от этого страдает? Нет, мы адаптировались. Вы в мессенджер продаете? Нет, мы... Наша была задача сделать так. Вы прислали нашему человеку ждуна, когда задолбались ждать. Это классный трюк. Мне он очень нравится. Серьезно? Да. Мы когда-то его попробовали чисто случайно, кто-то притащил игрушку и там после отправки реквизита скинул фотку. Ну вот это же просто, знаешь, это же не скрипт. Тогда не было такого скрипта всем кидать. И мы увидели, что клиенты прикольно реагируют. Причем мы ждуна... Это когда мы долго не отвечали. Скинули фоточку вот этого безногого ждуна, который сидит, типа... Да, и клиенты начали прикольно реагировать. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше клиентов в Америке, допустим, с нами вышли на связь. Все-таки, да? Да. И мы придумываем разные для этого штуки. Ну, надо подстраиваться. То есть, если... Когда мы начали... На улице, да? Да, когда 2 из 10 клиентов брали трубки, мы такие, прикинь, ты заплатил за 10 лидов, общаешься с двумя. Что за нафиг? Да, не очень модель начинает плясать. Еще с 2 надо кому-то продать. то есть, выходит реально дорого. Ну, да. Поэтому мы постоянно работали потом, чтобы не 2, а 4 хотя бы. Когда впервые 4 из 10, мы такие, да ей же все, 4 из 10 бизнес легко делать, все будет. Хотя, всего 4 из 10. Но мы были так счастливы уже. Ну, понятно. Украинский рынок ЭТЭКа, я так понимаю, он вообще в мировом масштабе был незаметен, да? Да, конечно. Конечно. Самый большой Америка, да? Самый большой Америка, понятно, ЮДЕМИ, Мастер-класс, Курсера. Я думаю, российский рынок очень был большой. За счет, ну, надо понимать, это огромная страна. Я знаю, всегда шутил, что в России в ЭТЭКе не зарабатывают только ленивые. Ну, потому что там их так много, они делают, причем, мне кажется, они слабее нас. Мы летали когда-то на конференцию давно в Россию, они нам показывали там, металлоги, что вот они презентуют для ЭТЭКа, вот мы придумали такое решение, да? Я такой, господи, мы это два года назад сделали, уже отменили, сделали другое, они только рассказывают об этом пафосно. То есть, российский рынок был очень большой, конечно. Большая страна, 150 миллионов людей, много денег, как ни крути. Поэтому, да, ну, я думаю, Америка точно самая большая, вот сказать, там какие дальше. В свое время мы выходили в Бразилию, потому что нам казалось по всем статистическим и экономическим показателям очень классный рынок. А расскажи, ты, по-моему, мы с тобой же познакомились на митапе, в оффлайне, на митапе, где ты рассказывал про свой факап. Можешь коротко рассказать о нем? Наш факап, мы решили пойти в Бразилию, нам все было вроде бы логично, все было бы правильно. Мы наняли в Украине специалиста из Бразилии, нашли на Headhunter одно резюме, наняли ее на работу. Но просто это оказалось провалом, они вообще не такие люди, другие. У нас было много факапов. Мы такие, так, чтобы писать в WhatsApp, нужна бразильская симка. Окей, купите в Бразилии симку, прислали, мы такие, в телефон. Нет, ее надо активировать только в Бразилии. Мы такие, блин, ставьте телефон, отправьте нам телефон. Таможня его еще месяц досматривает, телефон за, я не знаю, 50 баксов. Короче, мы потом закрыли этот рынок Бразилии, убежали. Я был настолько счастлив, потому что столько усилий, сколько она требовала. А там еще, знаешь, все... А игроки местные есть? Есть местные игроки. Я знаю, что, ну там, и ряд украинских компаний туда, как бы шел. Кто-то онлайн, по-моему, вышел, офлайн остались. Там есть местные игроки, но они не очень крупные. Но ты понимаешь, они, во-первых, они не любят отвечать на телефон. Во-вторых, они странно общаются. Во-вторых, они все платят в 4 платежа. Мы когда играли с ценой, мы такие, ладно, давайте уже 50 долларов поставим. А он такой, в 4 платежа. То есть у них, как мне рассказывали, на рынке ты идешь, там что-то стоит 50 долларов. Да, ты такой, в 4 платежа знаешь. Срочка. Да, по 12 с половиной долларов в месяц вот он тебе платит. И ты такой, сколько же мне продажнику надо заплатить, чтобы он еще покушал. Да, ну мы вышли. Возможно, когда-то мы вернемся. Но у нас был факап, мы не делали никаких анализов. Мы вот посмотрели, экономика класс, тема тека развивается. Люди есть? Да, люди есть, мы узнали, какие проблемы, но мы не делали никаких анализов, ноль подготовки. Ну, это наш опыт дорогой. Теперь мы, как бы, все делаем по-другому. Поделись, вот, дорожные карты, плюс-минус унифицированные для других бизнесов. Как выходить на другие рынки? Я рекомендую очень просто. У вас есть какая-то идея, у вас есть ваш продукт. Вы можете... Продукт был в Украине. Не важно. Хотим в Европу, Бразилию. Да, я бы запускал какую-то рекламу. Можно не от своего имени, сначала чисто для теста. И смотрел бы количество кликабельности рекламных баннеров, CTR маркетинговый показать. То есть, если люди кликают на твою рекламу, означает, что спрос есть. Какой хороший? Ну, там, в Фейсбуке, наверное, считается хорошим все, что от 0,6. Как бы, 0,6 для нас нехороший, но если ты сделал, там, 3 нарисовал баннеры, у него CTR, я думаю, даже 0,5, то работая с креативами в будущем, он будет хороший. Плохой 0,1, 0,2. Вот тогда будет все дорого, мало и сложное. CTR 0,6 и выше. Да, даже 0,5, 0,6 не принципиально. Да, то есть, если кликают, значит, спрос есть. Можно пойти дальше, можно попробовать создать какой-то там лендинг, чтобы люди оставляли заявки. Опять же, можно не от своего имени, можно там начать им звонить, проверять, берут трубку, не берут. Можно попробовать им сделать пару продаж, пускай даже продукта еще нет, главное не брать деньги, понять, как они будут реагировать на сумму. Либо просто найти через знакомых знакомых хотя бы пару десятков знакомых и с ними пообщаться, рассказать им идею, спросить, этот продукт тут покупают, это здесь нужно. Но если сделать хотя бы маркетинговый анализ, уже сильно легче будет. Ну, то есть, в принципе, не обязательно прям ехать, в Бразилию? Вообще не обязательно. Чтобы пробрать в Бразилию? Это все потом. Мы как бы не были ни в Бразилии, ни в других наших ехать. А кто симку прислал? У нас там был сотрудник, знакомый русскоязычный, которого мы попросили, он прислал как бы. Нашли тоже через знакомых, знакомых как бы. В этом и плюс, что ехать вообще не обязательно. Понятно, что желательно там потом будет найти какого-то человека, кто оформит компанию, если ты не можешь не резидентом быть, то есть юрлицо желательно иметь. Но для теста и для начала это не обязательно. Лучше там переплачивать какие-то комиссии, налоги, там, но заводить деньги, принимать их в Украине, а потом ты уже там можешь думать, как это лучше сделать. И в Бразилии у нас был один факап, мы такие, пускай все платят или через PayPal, или через платежную систему, какую-то ссылку отправили, банковская карта. А потом мы узнали, что они пользуются какой-то вообще десятой платежной системой, вот они все, не помню название, потому что, и вот если у тебя ее нет, то тебе бразилиец не будет платить. А мы два месяца пытаемся без нее продавать, заставить человека. PayPal, пожалуйста. Да, это, ну вот при сайфе, мы привыкли, допустим, платить на карту привата и моно. А нам такие, так, там надо пойти в терминал, ввести 155 цифр, засунуть нал. И клиент такой, думает, господи, у меня этого приложения нет, качать его зачем? Я не буду. То есть мы сделали очень сложно клиенту, что даже если те единицы, которые нас хотели покупать, им было сложно. Поэтому те, кто нас покупали, те герои, мне кажется. Ну, то есть важно выяснить, как привык платить клиенту. Важно выяснить максимально все, что мы можем, ментальность. Когда ему лучше звонить, там, вне работы, после работы, в обед, после обеда. Я помню, когда мы строили проект Дмитрию Карпачеву, детский психолог, я как бы молодой пацан. Откуда я могу подумать, что маме лучше всего принимать звонки с 12 до 3, потому что ребенок спит маленький. А обед, когда в компании, с 12 до часа или с часа до 2? То есть у меня есть там 3-4 часа самые эффективные, и один час из этих мы обедаем. Ну, то есть, понимаешь, вот таких мелочей очень много. Вот это даже у нас, в Украине так. И когда мы поменяли, и мы узнали, что, я узнал, что ребенок спит днем, и звонить маме нужно в обед, которая сидит с ним в декрете, и ты такой обед своих сотрудников сдвигаешь уже или на 11, или на 3, там, на 2 просишь, или там, как-нибудь, то становится больше денег. То есть, простое решение. Разве оно гениальное? Но откуда я, молодой пацан, мог это знать? У меня не было детей. Может быть, переключимся? Давай. Что? бизнес-франшиз, как нынче, в Украине поживает. Я думаю, это нормальная тема как раз сейчас. Я думаю, что люди... Ты не помогаешь продавать мой куст, да? Смотри, ты знаешь, ну, не, я честно скажу, мы делали, во-первых, эфир, вот предыдущий, по зуму, с ребятами, с Андреем Галицким, который неожиданно стал суперзвездой пару недель назад, потому что у него пообедала Анжелина Джоли. Сейчас уже об этом известно, но я там, по-моему, первый ему задал вопрос, что она кушала, там, они потом... Я ему советовал очень сильно, вот ты как, не знаю, тебя можно назвать маркетологом в каком-то смысле? В каком-то смысле? В каком-то смысле можно. Вот я ему советовал, вот, ну, Анжелина Джоли, вот для тебя кто это, вот, в первую очередь? С чем ассоциируется? С кино, конечно. С кино, кино, супер. Лара Крофт, например, да, ну, известный образ для нее, пусть, может быть, там, не все смотрели, но неважно. Я говорю, продавайте, например, ну, я не маркетолог вообще, ну, я говорю, а, блин, давайте сделаем куассан, который будет как-то ассоциироваться с Ларой Крофт, подсветим это, и я там даже, а, я, Юрий Гладкому написал, говорю, что можно сделать? Она говорит, ну, например, что-то с Ларой Крофт, я говорю, а какая, что она любила? Есть даже инфа, Ларой Крофт, компьютерный герой, да, изначально эта игра, вот, она жареные бобы любила, добавьте в куассан, жареные бобы, эти, ну, фасоль, немножко хотя бы, хотя бы просто для вида, и сделать из этой истории. Они в итоге начали продавать куассан Джоли, тоже хорошее решение, мне кажется, которое она делала. Более простое. Да. Сказали, это то, что она заказывала, она заказала Королевский, там, по-моему, кофе, и что-то еще. Вот, это я отвлекся, конечно, рассказываю историю, вот, у него сейчас на франшизу спрос упал, на куассаны, потому что, все-таки продукт не такой дешевый. А вот вторым спикером у нас был Саша Федец, у него семена пекарня, Франсуа, у него как бы спрос подрос в Украине, но у всех есть, у всех, и у многих наших клиентов есть запрос на Европу. Есть запрос на Европу. но это же про то же франшизу. Мы понимаем, что много людей выехали, и... С деньгами. Конечно, мы не те беженцы, которых видела Европа, там, сирийских. То есть, наши беженцы выезжали на хороших машинах, с деньгами, то есть, мы бежали, там, наши люди бегут, бежали, там, не от бедноты, и поэтому, когда ты приезжаешь... На ленд-крузерах, на ягуарах, на... И когда ты приезжаешь туда, если у тебя есть вариант открыть что-то тебе знакомое, там, как Джибар, да, там идет, там, в Европу, я уверен, многие девочки, которые выходят, такие, класс, классный бизнес, плюс мне будут где делать маникюю. Я уверен, что поэтому, мне кажется, что для многих сейчас вариант оформлять франшизы, если у тебя уже системно был здесь бизнес, и продавать на Европу, вообще отличная тема. Я вот сегодня, вместо того, чтобы сделать прекрасный вамплый эфир с тобой, должен был написать пост, я, может, еще успею это сделать чуть позже. Время есть еще. Да, как раз о франшизах, наших франшизах, которые хотят выходить в Европу. Но я пользуюсь случаем, расскажу немножко, я думаю, ты знаешь эти компании, немножко можно, кстати, и об этом поговорить, кто хочет сейчас. Например, вот Smartness, Дима Дубилет, это фитнес-клуб, мы его запускали в 2020 году, у них уже было несколько открытых франшиз, и они еще с самого начала, Дима всегда говорил, Ром, я это вижу как глобальная компания, и вот, наверное, это сейчас повод для них наконец-то это делать, они могут это делать, поэтому на Европу. Планета кино хочет, Планета кино вообще красавчики, они в войну запустили несколько инициатив, по-моему, самое такое, то, что мне запомнилось, это NFT, они продавали попкорна, NFT это, блин, я не буду сейчас рассказывать, в общем, это, да, компьютерная, оригинальная копия, да, электронная, просто крутился попкорн, прикольно взял. Кино вообще лучше, я в Украине никогда не хочу в другой кинотеатр. Да, и они 20-ку долларов на этом заработали и отдали в ЗСУ. Вот, ребята тоже хотят, Европа, они уверены, сейчас самое время. Уклон, уклон, красавчики, как и другие такси-компании, они в Украине волонтерили, давали машины, сейчас тоже хотят развиваться в Европе, как и Гетманкар, тоже ребята молодцы, они давали свои машины, у них никогда нельзя было уехать из Киева, там, мы делали интервью с Тарасом Гетманским, это собственная компания, и он еще тогда, мирное время, говорил, Ром, когда-нибудь будет так, что ты можешь сесть в машину каршеринговую, это каршеринг, да, Гетманка, на всякий случай, каршеринг, ты можешь сесть в Киеве, приехать, у тебя отель там во Львове, на Майске, приезжаешь, оставляешь машину, кто-то забирает там, уезжает в другой город. Произошло это в рамках уже немножко другой стуль, никто не спрашивал, никто не спрашивал, и они сейчас тоже видят огромный потенциал. Это моя история, я с Харькова в Киев ехал на арендной машине, на которой мне нельзя было покидать Харьков. Тебе сказали. Но потом они, когда я предложил им вернуть, что у меня там сотрудник ехал, они говорят, да пускай в Киеве постоит. Всякий случай. Да, пускай лучше у тебя пара, у тебя нет, подъем на парк, я такой, да, будешь я поставить, я такой, хорошо. Отлично, и накрой там чем-нибудь. Да, и буквально еще несколько концепций. Дима Борисов со своим, просто целым ассортиментом франшиз ресторанных тоже готов на Европу. Уже тесты есть, есть интерес большой. Я, в принципе, скажу, вот сколько я не путешествовал в Европе, мне кажется, ну, не для кого, кто был в Европе, все прекрасно понимают, что все, что связано с сервис-услугами, у них настолько хромает, там, что салоны красоты, что рестораны, найти где-то в Европе, там, я как помню, я был там в Англии, в Лондоне, это вообще трэш. Единственный раз там за 5 дней я вкусно покушал, это только у Чичваркина. Ну, там-то, конечно, 500 фунтов платили мы за пятеры, скажем. да, и пошли счастливые домой. Мы в 19-ом году с Димой записали первое интервью, и мы тогда об этом говорили, и мне кажется, что сейчас у многих там ресторанных проектов реально сейчас есть такой карт-бланш, выхода. Очень важно, конечно, чтобы наши борщи там были нужны кому-то, ну, я условно говорю. Мы же не про борщи, а наши рестораны. Главное, чтобы не перевозбудиться, да, об этом сейчас поговорим, я списочек зачитаю. Мафия, тоже наши давние клиенты с 2010 года, тоже хотят в Европу и видеть себя там. Форелис, это ребята, вообще у нас неинтересная история, интервью с Сашей за деревьями. Форелис, это суши, да, суши, маркеты. Мы, это был последний выпуск на канале до войны, то есть последний выпуск на мирном French TV, если пропустили, посмотрите на последние дни мирного Киева, о чем мы там говорили, вообще ни о чем подобном даже не думали. Он сам с Херсона, вот, я думаю, с ним, кстати, тоже сделать эфир, если хотите, поставьте, не знаю, что-нибудь, например, себе горчичники. Так, это я уже вина выбил, плохие шутки начинаются. И Саша из Херсона, он там был все время, он вырвался, он уехал в Европу, он сейчас там уже, он сидя в Херсоне, я вот хочу очень подробнее об этом с ним поговорить, как мышление предпринимателя в оккупации. Это, мне кажется, очень крутая тема, не потому, что хочется хайпануть, опять же, это вот возможность человека думать, абстрагируясь от того, что у тебя там оккупанты ходят по улице со своими там, короче. И он уехал оттуда в Европе, сейчас уже уже там он думал о открытии в Польше и в других странах. Вот, ноутабук, красавчики, наши любимые клиенты, у нас с ними тоже есть потрясающий выпуск на канале, в 17-м еще году мы записывали, вот, это секшопы, секшопы, Анжела Запорожец, она выступала у нас на последнем мирном ивенте, вот, уже открывают два магазина в Барсе, в Барсероне, в Испании. Вот, и Львив Кроссанс с Андреем в интервью сказал, что хочет на Польшу, уже там открывает первое заведение. Я думаю, что наш народ в принципе очень легко адаптируется ко всему, ты знаешь, когда вот все это началось, я помню, у меня не было ни одного дня, я бы как-то нервничал, но я вообще такой человек, супер логично, меня сложно вывести там из эмоциональной колеи, я помню, ну, как бы мы ехали, я помню, там Киев, Черновцы, 25 часов, тяжелая дорога, но я уже мыслил, так, хорошо, куда мне надо вывести родных, кому мне позвонить, а мы ехали, еще не было квартиры, думаю, так, кто у меня из Черновца, и то же самое про бизнес, хорошо, отказались от, там, Ама CRM, моя любимая, так, надо создать какую-то гугл таблицу для начала хотя бы, задача номер два, надо будет кому-то там дать серчить CRM-системы, задача три, такая-то, задача четыре, сформировать список, там, кто из HR-ов свободен, чтобы мы каждый день видели, где наши люди, кому нужна помощь, кому денежная, кому вывозить, задача пять, там, узнавать маршруты, ну, и мне кажется, наши люди, понятно, кто-то более эмоциональный, но когда проходит время, мы очень легко адаптируемся, там, можно сейчас видеть, Киев живет, как будто, знаешь, все, и Киев, ну, потому что они понимают, ну, хорошо, а что делать, сидеть сутками в подвале, когда нет тревоги, мы понимаем, хорошо, не развита тема экономической безопасности, финансовых подушек, к сожалению, я думаю, что ковид нас чуть-чуть научил, и я надеюсь, что после этой ситуации мы уже точно будем понимать, что, как бы, она должна быть, но мне кажется, что это, как бы, логично, что ты пытаешься или выйти, там, на западный регион, но если ты понимаешь, что ты там уже был, и тебе его мало, ты обязан думать про то, как идти на другие рынки, наши люди точно об этом думают, и я уверен, что с нашим подходом, который есть у украинцев, в Европе у них будет все отлично получаться, потому что мы понимаем, что такое сервис, мы понимаем, что такое красиво, если ты делаешь, то есть даже то, что у нас средний уровень, для Европы это уже топ уровень, мне кажется, да, и с нашим трудолюбием, все будет украина. И опять же, не в порядке, там, какой-то мотивации, личностного роста, но я писал один из первых постов, после войны, это как раз, я вспомнил историю, мы 6 лет назад ездили по Европе, у нас был такой проект, Tour de France, ну, есть знаменитый Tour de France, у нас компания French, мы решили сделать Tour de France, мы катались с друзьями, коллегами по Европе, делали интервью, общались с местными предпринимателями, смотрели на франшизы, мы очень хотели понять этот рынок, и в финальной точке у нас был Париж, где мы пошли на выставку, одну из крупнейших в мире, выставку франшиз, пытаясь там увидеть, перевозбудиться от количества идей, форматов, концепций, мы ничего этого не нашли, Европа жила и тогда, и живет, наверное, сейчас уже какими-то традиционными подходами, да, там, ничего не менялось, уже десятилетиями, и это прекрасно, да, и это прекрасно, и с одной стороны это круто, но с другой стороны, вот у меня все равно, я не пессимист, я оптимист, мне больше нравится вот эта первая часть, но есть и вторая часть, это вот украинский борщ, как я его называю, не, я обожаю борщ, вот, но вопрос в том, чтобы, как бы, не всем он нужен, да, и вот главное, чтобы не прийти в Европу со своим борщом, да, который, возможно, не всем... Это про адаптацию, и про то, что ты должен подстраиваться, но опять же, я уверен, что если ты делаешь классный, там, рекламный ролик, который в Украине залетает, он стильный, прикольный, то он будет и в Европе в таком стиле залетать, это не означает, что здесь все снимают плохую рекламу, нет, потому что мы видим, какие рекламы снимают, там, все автобренды, у них же реально крутые рекламы, они к нам идут, как раз с Европы и с Америки, поэтому, но 100% не факт, что если там у тебя продукт, какой-то особенно товар, который в Украине залетает, что он будет точно так же залетать в Европе, но с другим подходом, может, чуть-чуть другое. Знаешь, я никогда не забуду тему, еще, не знаю, лет 10 назад, у меня у друзей был магазин одежды, где-то на Дружбу народов, женская одежда, они заказали какие-то платья, не могли продать платья, а потом пошел тренд на шипы, там на одежде, чтобы были шипы, они купили на все платья, просто в цеху понаклеивали шипы, неделю продали всю коллекцию, шипы стояли, я как сейчас помню, он говорит, купили шипы за 20 гривен, подняли платье на 150, за неделю все продали, что-то 2 месяца. Наши люди, мне кажется, быстро реагируют, и вот это то, чего не хватает. Европейцы, у них все хорошо, они про то, что мы работаем с 9 до 5, мы больше, зачем больше, мы никуда не спешим, когда мне говорят, европейцы ленивые, они вот не хочу, там, да так, хорошо, пускай они такие, для нас это только преимущество, но подстраиваться никто не, как бы, чем не должен. Это ассимиляция происходит, то есть, если сейчас предприниматели уехали из Украины в Европу, я общался с несколькими ребятами, которые там уже какое-то время живут в Европе, там у меня есть клиент, она там живет 8 лет в Польше, у меня есть там знакомая, она 4 года в Испании, и так далее, и они говорят, мы уже немножко поляки, мы уже немножко, ну, они сами это признают, они уже не так, ну, тут как бы важно использовать момент, наверное, времени, вот это важно, ты знаешь, я еще последний пост тоже писал, мысли, с которой я с тобой обсуждал, у нас с Ильей интересная история, год назад мы с ним познакомились и договорились покурить кальян, то есть Илья фанат кальяна, можно говорить об этом? Я тоже люблю как бы кальян, не спец, как видимо Илья, но ты не договорились, не получилось как-то там, что какие-то планы поменялись, в итоге вот спустя какое-то время уже совсем в другом мире, да, совсем в другом мире покурили, и вот мы с тобой вчера обсуждали эту тему, что количество предпринимателей уехало, тем или иным способом, да, из Украины, да, и какие-то, какая-то часть, я думаю, ну мы же говорим как бы о правде, можно тут, конечно, да, все, но правда в том, что большое количество, наверное, да, ты мне сказал цифру, ну, большую, да, то есть твое ощущение, вот сколько предпринимателей, не фопов, да, не официантов, соли, да, а вот именно собственников бизнеса, у которых был реально там один, два, три, десять, двадцать сотрудников. Смотри, я сужу по своему окружению, по многих, кого я знаю, я думаю, что процентов 60-70 выехало, собственников, да, но нужно понимать, что эти как раз люди, из них еще большой процент вернется, большой, я думаю, да, что там половина из них вернется, но когда, не, ну, это все зависит от многих факторов, когда все закончится, да, но многие выехали, и, ну, я не могу их осуждать за это, ну, потому что они продолжают бизнес, они пытаются спойти украинский бизнес, кто-то выехал там до войны, кто-то еще там как-то, как бы, я ни у кого, никому не задаю эти вопросы, как бы, это дело каждого, но это проблема, то есть, конечно, если они, никто не вернется, то нашей стране, с одной стороны, мы можем сказать, ну, ничего страшного, будет там новый, мы можем, опять же, не ради хайпа, серьезно, у нас здесь абсолютно, вот, разговор на кухне, я бы в любом случае задал, мы можем говорить о том, что из-за войны, вот, ну, мы не науч, не ученые, мы, конечно, не астрофизики, но предприниматели, что-то значат для экономики Украины, я все-таки надеюсь, и то, что делала Украина для предпринимателей последние годы, тоже очень круто, но не потеряла ли Украина из-за войны, все-таки, лучше свой, вот, потенциал в виде предпринимателя, но мы не можем говорить, лучше, не лучше, мы потеряли большой потенциал, конечно, сто процентов, но ты понимаешь, это еще, я тебе вчера рассказывал, это тоже там, история про то, что все наши, да, верхушка страны говорит, работайте, идите, восстанавливайте бизнес, а когда у тебя там, главному сотруднику вручают повестку, который имеет третью там, группу инвалидности, не служил в армии, ничего, но вот почему-то ему, и чхать они хотели, что ему... Очень нужный человек, да, что у него приступ может в любую минуту, и такой, и ты думаешь, вот, как тебе делать бизнес, или там, собственники бизнеса, то все говорят, платите людям ЗП, а тебе там вручают повестку, и ты идешь в военком, и я такой думаю, интересно, что сейчас скажут, окей, записали, можете идти домой, спасибо, а как делать бизнес, ну, понимаешь, ну, понятно, это война тут сложная, понятно, что Украина теряет, но, опять же, я думаю, что, когда война закончится, мы выиграем, половина вернется, половина нет, это будет, конечно, потеря, но, слушай, в моем мнении, лишь бы они все были живы, чем больше людей, там, когда, сколько уже, больше пяти, шести миллионов выехало, официальные данные, 9 миллионов переместились, из них 4 за рубеж, ну, я думаю, что уже, неофициальные, сто процентов, я думаю, что там миллионов 5-6, супер, это люди, которые сейчас не в опасности, это люди, которые могут помогать, это очень много женщин, детей, как бы, в моем понимании, вечная дилемма, должны ли выезжать мужчины, там, если он предприниматель, если он может быть, единственное, я не политик, я никогда не хотел в ней быть в политике, как бы, я считаю, чем больше людей сохранит свою жизнь, в смерти нет ничего героического, в жизни есть много героического, и в том, что мы, жить помогает делать бизнес, помогает нашей стране, помогает людям, потому что предприниматели, там, ну, там, мы потеряли, там, часть денег, но нужно понимать, что у нас все равно подушка безопасности, она больше, чем у 90% людей в нашей стране, и там, для кого-то, там, сейчас получить работу на 5-7, на 5-10 тысяч гривен, Nokia, не на 5, на 10 тысяч гривен, там, в один из проектов, в котором мы помогаем, мы устраиваем людей на зарплату в 500 долларов, которые раньше зарабатывали 2 500, все, люди готовы идти, да, ну, потому что у тебя, у него нет работы, ему или ноль, или хотя бы 500, поэтому, это как во время ковида, опять, если ты продолжил платить, ты уже супер работодатель, сейчас опять пришло время работодателей, как я называю, знаешь, я с огромным удовольствием вспоминаю вот эту весну 20-го года, это было потрясающе романтическое в чем-то, прекрасное время, когда мы просто сидели дома, все было спокойно на улице, мы боялись каких-то, ну, не буду сейчас, виртуальных, не виртуальных историй, или переболел, если что, ковидом, вот, но, это прекрасное было время, по сравнению с тем, что сейчас, раньше бы мы не сказали, что это прекрасное время, было страшно, но потом как-то было прикольно, я запустил этот формат ламповых эфиров, мы тогда сделали это в зуме, мы пили вино, я пил его из пакетов принципиально, у меня висела здесь туалетная бумага, как символ, на время, это было прикольно, наверное, мы будем об этом сегодня, в сегодняшнем дне вспоминать, так же, надеюсь, да, ну, это не романтично, но, во всяком случае, мы будем вспоминать, вот, мне нравится то, что ты говоришь, о том, что, действительно, смерть не имеет ничего героического, и сложнее гораздо не сдаться, и что-то сделать, помочь другим людям, даже если эти люди будут просто твоя семья, лучше, если это будет твоя семья, там, близкие сотрудники, да, если мы говорим о предпринимателях, еще лучше, если это будет там вся страна, поэтому все, все, кто, как бы, помогает, там, ЗСУ, предприниматели, чем-то, да, выболаться, поэтому. Да, 100%, мне кажется, в этом же и задача любого, не только собственника, даже любого руководителя, мы же несем ответственность уже не только за себя, понятно, мы там несем ответственность за нашу семью, но когда у тебя есть свои подчиненные, своя команда, ты уже несешь ответственность за них, и, понятно, я могу сказать, да, было бы легче, наверное, закрыть украинскую часть бизнеса на время, там, распустить всех, ну, а смысл тогда делать бизнес, если ты не готов потерять, но тем, что ты сохранишь команду, если ты не готов потерять, но тем, что ты позволишь им продолжать сейчас на что-то жить, и там вместе проходить этот путь, ну, как бы, для меня, понимаешь, бизнес на определенном этапе, я всегда говорю, когда ты уже закрыл, там, потешил свое эго, закрыл базовые свои потребности, это же становится цифрой, это уже чисто такая математика, игра, там, для меня, допустим, очень важна команда, там, я отвечаю за все, там, наши коммерческие отделы, за коммерческую прибыль компании, и для меня, вот, каждый, там, менеджер отдела продаж, особенно, когда я их всех нанимал, для меня, как бы, если я его не готов пригласить домой, покурить кальян, я не буду нанимать такого менеджера, ну, зачем, я работе уделяю очень много времени, то есть, мы больше, я со своими сотрудниками больше, чем со своей семьей, ну, это же, как бы, фа, поэтому, мне хочется, и я часто говорю, я там часто меняю машины, и, ну, меня уже не мотивирует это, мне просто хочется пробовать новое, но, когда мой сотрудник покупает первую машину, вот, это мотивация, и в этом же, и суть, мне кажется, бизнеса, он же, когда, ну, то есть, окей, я понимаю, что мне в здравом смысле на все хватает, то есть, понятно, если я не могу каждый день покупать яхты, либо недвижимость за границей, через день можешь, через неделю, да, но мне в здравом смысле все хватает, то есть, я, особенно до войны, там, не смотрел никогда на цены в ресторане, или в магазине, как бы, сейчас можешь, в ресторане, в магазине нет, но, ты, чуть бы, знаешь, это, ты там куда-то приехал, такой, ты думаешь, такой, так, надо онлайн, там, вот это купить, там, на подарок, ты такой, так, 10 тысяч, а правильно ли сейчас, ты не думаешь, ты не так смотришь, как думаешь, а правильно ли сейчас, тебе, да, тратить то, в чем ты не сильно нуждаешься, типа, хочется, когда ты можешь эти деньги отправить, помочь какой-то семье, то есть, для тебя это вроде вот так, а для кого-то это будет же реально спасение, я поэтому считаю, знаешь, я не могу помогать всем, не, я думаю, какие тебе в инстаграм, каждый день, Илья, сделайте репост, можете помочь, я выбрал, я помогаю одному там отряду, который я знаю, спецвоз, и я помогаю в Киеве, еще с тех времен, когда я был в фонде Карагодского, развозили еду в жизнелюбе, и мы познакомились с одним там пенсионером, у которого нет ноги, и вот я, пускай я сейчас не в Киеве, в Черновцах, то есть, и он мне там пишет, блин, нет еды, а мы некому, это еще было, когда мосты были перекрыты, я сижу целый день, думаю, господи, как ему доставить еду, такие, я выбрал, что я готов помогать, я думаю, отряду одной семье, на постоянке, то есть, я готов их содержать, мне кажется, если каждый сейчас, тот, кто может себе позволить, выберет хотя бы одну семью, то все будет хорошо у наших людей, не надо, всем нереально, понятно, что мы донатим на ВСУ, и как компания, и как я, как отдельный человек, хотя казалось бы, я мог бы донатить только как компания, и ни о чем не париться, и там можно было прикрыться чуть что, Илья, вы донатите, вот у меня есть скриншот, как бы, но это же, от бухгалтера, да, но это же про другое, как бы, там, когда у меня там, мне знакомый пишет, который там, нам помогал, там, с эвакуацией, он писал маршруты, как ехать, я реально знаю, что он там, в спецвойсках, что он там охранит правительственный квартал, пишет, Илья, там, надо 6 прицелов, можете купить, там, такая сумма, там, 180 тысяч, я такой, бери, куда кинуть, это уже еще начало войны, еще когда денег было много, знаешь, когда ты такой, куда 180, да, держи, он такой, блин, спасибо, нам контора, мы просили, не покупают, ты думаешь, блин, так срано, все мне покупают, притом, я как бы, знаешь, список Forbes 30 до 30, это же не, это как бы приятно, это там, те же тега твои 2 минуты, но это не про список Forbes, где, мне кажется, да, что у нас есть, да, миллиардеры, для которых это, типа, вообще, вот так вот, должно делаться, ну, понятно, мы не можем говорить, кто там много, дал мало, я считаю, что если каждый просто возьмет одну семью, будет ей помогать, мы сильно быстрее это все пройдем, гораздо больше людей спасется, круто, ну, что, осталось только еще раз за победу, давай, за скорую, друзья, спасибо, что посмотрели, может мы с Ильей еще где-нибудь пересечемся, покурим кальян, может быть, даже в прямом эфире, вот, 100%, вот, спасибо за приглашение, да, и, отличный формат и атмосфера, это наша особенность, наша фирменная фишка, мы этим берем, я надеюсь, друзья, ставим лайки, пишем в комментариях все, что вас срезонировало в этом выпуске, любая тема, сложная, простая, давайте поговорим наконец-то, ну, в последнее время, конечно, нерегулярность это наше все, но будем менять что-то, будем восстанавливать канал, вот, потихонечку ждем вас и уже пообщаемся в комментариях, Илья, спасибо тебе, спасибо тебе, всем, спасибо, Субтитры сделал DimaTorzok